Тема, с которой мы сегодня с вами будем знакомиться, это одноклеточные автотрофные и автогетеротрофные протисты. Давайте поговорим об общей характеристике водорослей. Немного ранее мы говорили о том, что протисты, способные к фотосинтезу, называются водорослями. Водоросли населяют различные водоемы, как пресноводные, так и морские. Некоторые водоросли могут поселяться во влажных местах, на камнях, коре, деревьях и почве. У водорослей есть специальные органоиды для фотосинтеза, хлоропласты. Они могут быть разной формы и размеров. Размножаются водоросли бесполым путем с помощью специальных клеток, спор, и половым, с помощью специальных половых клеток, гомет. Водоросли могут быть одноклеточными и многоклеточными. Давайте поговорим об одноклеточной водоросли хлорелла. Хлорелла часто встречается в пресных подаемах Беларуси, на сырой земле, в коре деревьев. Она имеет шаровидную форму. Клетка покрыта плотной гладкой оболочкой. В цитоплазме содержится ядро, чешевидный хлоропласт и другие органоиды. Размножается хлорелла бесполым путем, образуя множество споров. Еще внутри материнской клетки споры покрываются собственной оболочкой, а затем выходят наружу. В дальнейшем спора вырастает во взрослую осы. Давайте поговорим об автогетеротропных протистах на примере хламидомонады. Это протист, который живет в стоячей воде, лужах, озерах, болотах, а также на влажной почве. Имеет брушевидную форму. На переднем, более вытянутом конце располагаются два жгутика, с помощью которых она быстро двигается в воде. Снаружи клетка покрыта плотной клеточной оболочкой. Внутри хламидомонада располагаются цитоплазма, ядро, чешевидный хлоропласт. В цитоплазме есть светочувствительный глазок, с помощью которого хламидомонада находит освещенные участки водоема. Внутри клетки, ближе к переднему концу, находятся две сократительные эвакуоли. Сокращаясь, они удаляют из хламидомонады избыток воды. На свету хламидомонада осуществляет фотосинтез, то есть проявляет свойства автотропа. Когда света недостаточно и фотосинтез невозможен, хламидомонада может поглощать из воды готовые органические вещества, то есть переходить на гетеротропный тип питания. В условиях, когда водоем загрязнен, хламидомонада способна наряду с фотосинтезом поглощать через оболочку растворенные в воде органические вещества. Так они участвуют в очищении воды. Хламидомонада размножается бесполым и половым способами. В благоприятных условиях, при бесполом размножении, внутри хламидомонады образуются от 4 до 16 спор. Каждая из них покрывается оболочкой и на переднем конце образуются два жгутика. Найдите это на рисунке. Споры со жгутиками называются зооспорами. Оболочка материнской клетки разрывается, и зооспоры выходят в воду. Они быстро растут и превращаются во взрослые особи, которые через сутки снова способны к бесполому размножению. В неблагоприятных условиях, к примеру, при подсыхании водоема, у хламидомонада происходит половое размножение. При этом ее содержимое делится на 32 или 64 мелкие подвижные половые клетки гаметы. Они выплывают в воду и сливаются с гаметами других особей. В результате образуются зиготы. Зигота не имеет жгутиков. Покрыта толстой оболочкой и устойчива к неблагоприятным условиям. При наступлении благоприятных условий, зигота после нескольких делений дает начало от 4 до 32 новым хламидомонадам. С целью закрепления данного материала давайте ответим на некоторые вопросы и выполним задание. Какие организмы относятся к водорослям? Дайте им характеристику. Назовите примеры одноклеточных водорослей. Перечислите особенности строения и жизнедеятельности хлорелы. Перечислите особенности строения и жизнедеятельности хлорелы. Давайте подведем итог. К водорослям относятся одноклеточные и многоклеточные организмы, способные осуществлять фотосинтез, так как в их клетках содержится хлоропласт. Водоросли имеют разную форму и размеры. Они живут преимущественно в воде до глубин, куда проникает свет. Хлорелла – одноклеточный автотрофный протист. Хламидомонадо – типичный представитель автогетеротрофных протистов. Для более полного понимания данного материала рекомендую вам ознакомиться с параграфом 7 учебного пособия «Биология» для 7 класса. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!